Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Сергей Немчинский, и сегодня мы с вами начинаем новую серию видео, в этот раз по клинкоду Роберта Мартина, и вообще рассматриваем вопросы, связанные с написанием хорошего кода. Здесь на канале, конечно же, есть большое видео двухчасовое, но его никто не смотрит, поэтому рассказываю заново и короткими отрезками. И тема сегодняшнего видео — как правильно называть переменные методы и классы. Поехали! Если вы начали изучать программирование, но боитесь высокой конкуренции среди джунов, обратите свое внимание на Salesforce. Это самая популярная в мире CRM-система для продаж и маркетинга. Salesforce уже использует более 150 тысяч компаний, среди которых Sony, Financial Times, Toyota и многие другие известные мировые бренды. У Salesforce есть свой язык программирования — Apex, близкий к Java. Salesforce — это целая система, она требует обслуживания и поддержки, к тому же постоянно разрастается за счет новых продуктов и модулей. То есть спрос не только есть, но еще и растет. Конечно, вы можете учиться самостоятельно, а можете сэкономить время и заручиться поддержкой наших менторов, которые помогут освоить Apex и научиться создавать небольшие приложения. Подтолкнут, если застрянете, направят, если потеряетесь, и, конечно, проверят, чтобы код соответствовал высоким стандартам, что особенно важно, ведь Salesforce пользуются очень большие и уважаемые компании. Ссылка на курс под видео. Итак, почему важно называть правильно переменные методы класса и так далее? Это самое важное. Все из всего, что есть в программировании. Все очень просто. Вот просто задумайтесь. Если вы напишите очень говеный код, все будет перемешано, все будет плохо, все будет вызываться незнамо откуда, но все названия будут продуманы и осмыслены и означать именно то, что они делают, то программист, который это все читает, он все поймет. Он будет, конечно, вас материть, рассказывать о том, что вы рукожоп и так далее, но он поймет, что в этом коде происходит, и если у него будет часто наткнение, ну или какая-то возможность, он возьмет и такие вот рефакторит и приведет в нормальное состояние. Смотрите противоположную ситуацию. Когда код идеально сформирован, короткие методы, понятные, все просто, но нет ни одного названия человеческого, все названия как будто обработаны опускатором, например, А1, А2, А3. Этот код нечитабельный в принципе. Вы ничего не сможете понять из того, что там вообще происходит. Окей, надеюсь, убедил. Вообще, в принципе, если мы берем правило Паретта, да, 80 на 20, который говорит нам о том, что 20% усилий дает 80% результата, так вот, вот эти 20% усилий – это названия. Если вы сделаете в своем коде только правильные названия, вы обеспечите 80% результата, то есть ваш код на 80% станет лучше, чем был до этого. Окей? Поэтому, надеюсь, убедил, поэтому будем с вами разбирать, как, собственно говоря, сделать так, чтобы названия были правильные, хорошие и подходящие к ситуации. Первое. Названия переменных должны иметь смысл. Об этом можно говорить достаточно долго, но я постараюсь сказать два основных аспекта этого понятия. Во-первых, название должно быть достаточно короткое, и оно должно означать, что эта штука содержит. Обращаю ваше внимание. Конечно же, если мы говорим про методы, что она делает, это понятно. Но если мы говорим про классы, очень часто программисты думают о классе не с точки зрения того, что он содержит, не с точки зрения того, что в нем содержится и что он означает, а с точки зрения того, что он делает. Мы не называем собаку лаялка. Мы называем ее собака. Почему? Потому что она собака, и это слово закреплено. Мы вообще, если вы задумаетесь, в реальном человеческом языке крайне редко используем отглагольные существительные, то есть то, от чего делается. Мы говорим о том, что, например, медведь, потому что он ведает, где мед, он как бы делает что-то, но все равно это его суть. У него есть какая-то функция, его основное назначение, что-то в его характере такое, что у него такое название. Задумайтесь, в принципе, о кончании ER, то есть R, в английском это практически всегда, если вы его используете для названия класса, это практически всегда fail. Это всякие менеджеры, хелперы, дуеры и так далее. Это означает, что программист, если вы используете такое название для класса, фактически всегда это означает, что вы не подумали над тем, для чего предназначен этот класс. Когда вы думаете о классе с точки зрения того, что в нем содержится, для вас будет достаточно просто понять, какие поля в нем должны находиться, какие не должны, и соответственно от полей уже толкать, какие методы должны в нем находиться, а какие не должны, потому что фактически именно его содержимое определяет, будут ли там, с точки зрения информацион эксперта, про информацион эксперта я вам уже рассказывал отдельно, но если интересно, запишу отдельное видео. С точки зрения информацион эксперта И методы в классе должны находиться только те, которые обращаются с теми полями, которые есть в классе. То есть сначала мы думаем, что в классе находится, потом мы придумываем его название, а потом от всего этого мы толкаемся, какие методы должны в нем находиться, а какие не должны. И поэтому названия должны быть осмыслены и означать то, что они делают, или то, что они содержат для классов, то, что они содержат для переменных, и то, что они делают для методов. следующий пункт который мы с вами разбираем это не обманывайте ужасная ситуация у меня просто были сказочные истории ну вот например с моего последнего места работы что было понятно это здоровая система который выглядит как визор там 7 экранов 10 13 не помню там заполнение каких-то адских цифр буков и так далее и по нажатию ну то есть когда ты проходишь на последний экран ты нажимаешь на кнопочку что-то типа submit или там create нажимаешь на эту кнопочку и происходит в общем создание этого здоровенного бизнес объекта там была ошибка мне нужно было исправить эту ошибку и я начал искать по коду какой собственно говоря метод в бизнес логике вызывается по нажатию на кнопку которая напоминаю финальная после там 7 экранов заполнение какого-то ада и так далее знаете как назывался метод ни за что не догадаетесь метод назывался init это был последний метод куда я залез потому что я никак не предполагал что финализация всей работы будет называться инет но с точки зрения разработчика но это блин душа ладно хорошо с точки зрения разработчика это как бы был цельный метод который создавал этот объект и все что он делает а создавал объекты у него был. входа методы нет ничего умнее товарищ не придумал. В результате, как вы понимаете, это было очень глупо и очень нелогично. То есть, фактически получалось, что это было последнее название, которое мне пришло в голову, когда я искал. То есть, finalize, commit, save, store, ну что угодно. No digitalize, да? Часто такое происходит, нарушение названий. Ну, то есть, нарушение смысла консистентности между смыслом и тем, что делает переменная, метод, класс и так далее, когда вы производите рефакторинг. Часто бывает, что вы назвали метод каким-то глаголом, потом его по рефакторили, по рефакторили, и этот метод делает уже другое. Та часть, которую он делал, например, метод был delete, да? Но вы рефакторили, рефакторили, и в финальном варианте получилось, что реальный delete происходит в том методе, который вы вынесли. А вот в этом методе происходит, например, подготовка к delete. Подумайте и после любого рефакторинга переназывайте методы в соответствии с тем, что в результате получилось. То же самое и о переменных. Часто оказывается, что вы назвали так переменную, в ней хранили одно, потом посмотрели, что постепенно в ней лежится совершенно другое, но как-то не переназвали. Это ужасно, потому что с точки зрения читающего ваш код программиста, а в 85% случаев этот программист будете вы через некоторое время, программисты вообще как бы довольно быстро выкидывают из головы, и вы просто не вспомните, что даже вы это писали. Вы будете очень сбиты с толку тем, что метод переменная класс делает не то или содержит не то, что вы от нее ожидали в соответствии с ее названием. Это ужасно. Это гораздо хуже, чем бессмысленное название. Так, по крайней мере, вы смотрите на это название такое, чуть-чуть такое, надо залезть посмотреть. А если вы смотрите, понимаете, что оно делает, а на самом деле там происходит не то, то, в общем-то, в общем, как бы это да, так не надо делать, совершенно точно. Произносимые названия. Обращаю ваше внимание, программист, который читает код, а мы боремся за то, чтобы читать код было легко, просто и быстро, программист, когда читает код, он эти названия проговаривает. К нечитаемым названиям относятся всякие аббревиатуры, дикие, да, даже если они из предметной области, очень часто они произносятся очень тяжело. Ну, то есть там пять согласных подряд, как это произнести, ну, в принципе, если вы много крутитесь в предметной области, наверное, есть официальное произнесение, окей, тогда, наверное, и нормально. Но к этому же относится очень сильно любовь к выбрасыванию гласных. Это прям вообще ад. Особенно этим страдают вот как раз наши любимые индусы, которые очень любят в каких-то словах, например, сервер выбрасывать, или там сервис, выбрасывать гласные, а в остальных словах не выбрасывать. Знаете, почему это плохо? Все очень просто. Когда у вас кода много, да, в большинстве случаев навигация по коду происходит у вас с помощью строки поиска. Вы просто в поиске вбиваете название класса, метода или переменной, которую вам нужно найти. Если оттуда выброшены гласные, то вспомнить, как она теперь пишется, очень сложно. Вы начинаете печатать, вбиваете первую букву. Куча вариантов подходящих. Вбиваете вторую букву, нет такого названия. Ты такой, как нет? Я же помню, что был такой метод. Раз, первая буква, куча вариантов. Вторая буква, нет. Может быть, там как-то по-другому, начинаешь лезть по коду, выходишь в то место, как оно вызывается, и такой, и твою мать, там, оказывается, вместо гласной было следующее согласное. Не делайте так, пожалуйста, никогда. Как минимум, из-за того, что, если так делать, то нужно так делать system-wide, то есть, вообще ни одной гласной, нигде. Но это совершенно нечитабельный код. Сложно читать такой. Серьезно. Зачем такое? Вам что, сложно напечатать? В любой IDE-шке у вас будет автокомплишн, который подставит эти буквы. В любом случае, пожалуйста, не используйте таких вещей. Очень сложно вспомнить, какие были использованы сокращения, и где, и как. Следующий, но я плавно подошел, поиск по названию. В принципе, вы любое название должны оптимизировать к тому, чтобы его легко было найти. То есть, довольно, к этому относится, например, любовь некоторых разработчиков ко всем классам системы или ко всем классам модуля добавлять префиксы. У нас называется модуль там сервер, и у нас все классы начинаются со слова сервер. Офигенно! То есть, программист, который начинает набирать названия, он каждый раз не может начать набирать названия осмысленной части названия класса, да? Он должен сначала написать сервер, а потом первую букву того названия. Для чего? Что это? Человек не знает, в каком модуле он находится? Серьезно? Зачем вы так делаете? Не делайте так никогда. Префиксы это просто бессмысленная глупость. Ну и в принципе то, что я еще рассказывал про пропущенные буквы и про вариант, когда вы шифруете какие-то названия. Но об этом чуть позже. Вот, собственно говоря, как раз в этот момент. Не кодируйте. Я понимаю, что вы крутой хакер, посмотрели всех о фильмах про хакеров и теперь пишете искусственно литом. Кто не знает, лит это когда некоторые буквы английского алфавита заменяются на цифры, да? То есть, например, буковка. И заменяется на три. Они типа похожи, только развернуты. Или там, например, 8. Слово конкатенейт, например, да? Вместо 8 пишется 8. Это ж прекрасно. И так далее. И всякие броши и треши. Итак, не кодируйте. Пожалуйста, не надо показывать свой ум и умение и знание хакерского сленга и прочего лита на своих коллегах. Во-первых, они не обязаны знать, как это все пишется и как это вообще произносится. Многие будут зависать на этой строчке и долго думать, что он написал? Что это вообще означает? В принципе, использование цифр в названии осмыслено только в том случае, если эта цифра реально часть названия. Например, у вас там переменная для какого-нибудь коннектора RS18. Окей, тогда название переменной RS18. Но если у вас 18 это порядковый номер или просто от балды или вы используете лит, не делайте так. пишем обычные нормальные человеческие английские слова. Дальше. Не надо демонстрировать свой ум. Если вы знаете какое-то хитрое слово из английского английского, например, который никто из ваших коллег не знает, если вы знаете правильное название, как по-научному называется эта концепция и называется она совсем не так, как эту концепцию называют ваши заказчики, или там вы хотите продемонстрировать свой ум и только что узнанную какую-то конструкцию языка программирования, которую вот очень хочется продемонстрировать, как вы тут клево все здорово сделали, задумайтесь о том, что, во-первых, не обязаны все ваши коллеги понимать, как это все работает, они не обязаны знать, как название этого животного на латыни или еще проще другой трэш. Пожалуйста, пользуйтесь тем, что каждому будет понятно сразу, чтобы другому программисту не надо было зависнуть на одну, две, три секунды на вашем названии. Типа что? Это зачем? Это что? Или лазить вообще в словарь, простите, но это вообще вот просто отстой, не делайте так никогда. Итак, дальше, следующий аспект, который я вам хотел сказать, это, конечно, банальность, но вы бы видели, сколько народу тупит над этим. Классы и переменные должны называться существительными, а методы глаголами. это банальность, но очень много народу это нарушает. Когда ты видишь, как метод назван существительным, ты зависаешь и пытаешься понять, что там происходит. Такой, это что вообще, это зачем, да? Это вот, это вот, что произойдет, когда я его вызову? То же самое происходит, когда класс надо, назван глаголом. Совершенно непонятно, что там может содержаться и самое главное, что вообще происходит. Это часто, кстати, происходит в том случае, если вы используете, например, шаблон command, да? Довольно большой соблазн назвать класс с помощью глагола. Там, типа, right, там, left, там, не знаю, там, какой-нибудь там, open. чё? То есть, как, чё, 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 подожди, подожди, это же класс, что он делает? Что в нем содержится? Как это вообще? Понимаете? Помните об этом, пожалуйста, и от глагольной существительной тоже плохо. Ну, не настолько, конечно, плохо, как использование просто глаголов в названии класса. Не будьте милым. Этот аспект, который очень сильно поднимает Роберт Мартин для нас не так существенный, потому что английский для нас не родной, и у нас нет ситуации, чтобы мы там боялись слов kill, или аборт, или там еще каких-то. Для нас это просто английское слово, которое ничего не затрагивает. Но для программистов, для которых это слово является, ну, как бы, нативным тем, которые они разговаривают каждый день, может быть, какое-то слово вызывает неприятные ассоциации, человек начинает развлекаться и заменять слово на какие-то синонимы. И вы такой, чё это, было, тем более, этот синоним могут не все знать, особенно, если английский для вас не родной. Поэтому, пожалуйста, если что, процесс надо убить, значит, мы называем метод kill. Никаких развлечений, пожалуйста. Но тут это не сильно для нас, да? Следующий аспект, он очень важен, обратите на него внимание. Одна концепция, одно название. То есть, вы стараетесь все, что в вашем коде есть, называть словами из предметной области. Послушайте, как ваш заказчик говорит о чем-то, о какой-то вещи, какое слово он использует. Вот то слово, которое он использует, всегда и выбираете для того, чтобы оно точно так же называлось в вашем коде. Почему так? Потому что вы тогда будете с ним разговаривать на одном языке. Да? практически всегда в любой сложной, даже достаточно простой предметной области, у любого термина из предметной области есть несколько синонимов. Выберите тот синоним, который чаще всего использует ваш заказчик в общении и используйте только его. Все остальные синонимы отбрасывая. Потому что, если у вас будут использоваться по системе одно и то же, одна и та же концепция с разными словами, вы очень сильно замучаетесь, вспоминая. Я использовал один синоним или использовал другой синоним? Господи, я не помню. Например, вот на последнем моем месте работы для самого большого нашего объекта предметной области TV-ченнела использовались три синонима, причем довольно часто. Один был назывался channel, второй назывался простите data part. Ну, вот так. Не спрашивайте, почему. И наш заказчик чаще всего, ну, еще несколько было синонимов, вот наш заказчик чаще всего использовал второе название. И мы такие, все, наш объект везде называется date part. Все, без вопросов. Да, и мы так говорили ему, да, да, он иногда переходил на термин channel, иногда переходил на другие термины, но мы всегда использовали это слово, и он нас понимал. Да? Тут главное, чтобы по коду не было других синонимов. И аналогично с противоположной ситуацией. Если какая-то концепция, например, добывание данных из базы данных, у вас называется retrieve, значит по всей системе она должна называться retrieve. Да? Если там получение что-нибудь из сокета, например, называется receive, то оно везде называется receive. И пусть из всех сокетов receive, из всех базы данных только retrieve. А вот из полей говорят, да, и вот тогда вы по всей системе понимаете, видя название метода, сразу понимаете, что в нем происходит. Ни в коем случае не смешивайте эти названия, не используйте один термин для разных процессов, для разных концепций. Используйте слова из предметной области, об этом я уже говорил. Послушайте, как говорят заказчики, постарайтесь говорить с ними на одном языке и используйте один синоним для каждого объекта предметной области. Остальные отбрасываем. Включайте название в контекст. Тут вот Роберт Мартин приводит довольно интересный вариант, которым довольно красиво показывает, почему нужно использовать слова в контексте. Например, у вас есть переменная state. Окей, поле state. Что это такое? Состояние, штат, может еще что-то. А если это поле класса address, ну вы такой, сразу понятно, ну штат, без вариантов, в какой состоянии там никакого нет. И в этом контексте оно абсолютно понятно и ясно. Тогда как, если это переменная находится вне контекста, это не поле класса и используется не среди вычислений чего-нибудь, а передается куда-нибудь, где-нибудь там в отдаленную часть в виде списка там параметров каких-то, то там надо написать address state или state address или еще как-то, то есть добавить контекст к этому названию. Там же, где контекст уже есть, мы контекст к нему не добавляем. Окей? То есть, ну, чтобы термин был понятен из контекста или добавить контекст там, где нет этого контекста, чтобы он был с него опять же понятен. Ну, и не используйте лишнего контекста. Довольно-таки бессмысленно, я довольно часто вижу, когда в класс address добавляют поле address state. Чуваки, что вы делаете? Ну, так в этом классе понятно, какой у него контекст. Не надо так делать. То есть, ну, есть еще много ситуаций, когда вносится дополнительный контекст, когда он там совершенно не нужен. Например, прописывается какие-то информации об окружающей системе, об том, где мы сейчас находимся, даже в локальных переменных или локальных методах, то есть приватных. Не делайте так. Помните об этом. Ну, вот, про название пока все. В следующих видео расскажу вам и про методы, и про классы, как правильно составлять, с точки зрения клин-кода, и как к этому стремиться. Напишите в комментариях, насколько вам это интересно. Напишите в комментариях, что бы вам хотелось еще услышать, о каких темах. И люблю вас. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.